Давайте знакомиться. Здравствуйте. Каждый мужчина и каждая женщина должны идти по жизни не одним. И я сюда пришла, чтобы найти своего человека. А помогут мне в этом Надежда и Екатерина. Мира, 24 года. Не смогла сложить отношения с возлюбленным. Пришла в программу «Давай поженимся за советом», потому что верит, что здесь ей помогут в выборе спутника жизни. Мира – организатор праздников. Имеет свой маленький бизнес, учится в театральном институте и играет на сцене. Мечтает родить троих детей и открыть свой детский театр. Мире не нравятся слабые и агрессивные лгуны. Выйдет замуж за ответственного мужчину, который будет лидером в их отношениях и позволит ей заниматься любимым делом. Молодец, что пришла к нам. Правильно сделала. Пока не поздно. Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Еще раз. Можно начать с маленьких сюрпризиков для вас? Конечно. Все мы знаем, что сейчас Великий Пост. И по древней легенде, когда Ной выходил из своего ковчега, он, соответственно, посадил виноградную лозу. Вот. Это символ зарождения новой жизни, любви и доброты. Она похожа на меня, что ли? Вообще ничем. Она такая беленькая. Миленькая. Ты у нас такой хитренький, темненький. Хочу, чтобы вот эти вот маленькие сувенирчики. Вот эти. Спасибо. Ой, какая прелесть. Сейчас, спасибо. Помогали вам по жизни. Они освещенные. Если что-то заболит, можно... Можно попросить, прикладывать. Да. И обязательно, я думаю, вам помогут. Спасибо, дорогая. Мне лично невеста не понравилась совсем. Почему? Мне кажется, она очень симпатична. Мира, откуда такое красивое древнееврейское имя? Да, совершенно верно. Это еврейское имя. У меня бабушка еврейка. Но у вас еще помимо еврейской крови, да, есть? Да, да. Есть немножко и татарского, и турецкого. О, вот я и говорила, бабушка мне дала. Либо если не за татарин, то за еврея. Теперь поняла. А вы учитесь в театральном институте? Ну, я учусь на пятом курсе в институте культуры. Вот, но плюс занимаюсь, ну, работаю, в общем, совмещаю. И еще играю в детском театре. Нет, я не москвичка. Откуда приехали? Я приехала из Калужской области, приехала в 17 лет, с вот такими вот глазами. Вот, мне казалось, что вот я поступлю в театральный институт, и все будет хорошо и замечательно. Поступила, ну, поступила на платный, мне предложили, как бы, ну, контрактную основу, но так как я не смогла учиться в то время на платной основе, у меня просто, как бы, ну, мама одна, и, соответственно, она, ну, не могла. То вы перевелись в институт культуры? Да, 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 я просто-напросто пошла туда, где мне сейчас комфортно и удобно. Жизнь играет. Вот так. Тебе нужна жизнь, актриса? Давайте про любовь. Давайте. Мне 24 года, и я хочу разобраться, когда вы успели и где-то там в какие моменты запутаться, какая, собственно, помощь вам нужна. Вы не разбираетесь в мужчинах, потому что они вас все время обманывали, или что? Что там произошло? Нет, познакомилась с молодым человеком, было все шикарно, хорошо. Он, вот, мне тогда казалось, что внешность, это на первом месте в 19 лет. Он очень красивый, очень такой галантный, ухаживал за мной. Вот, катание на лошадях, очень романтично. Ну, я, естественно, влюбилась, вот. После полгода я поняла, что мне скучно, и что это абсолютно не мой человек. Ну, а в 19 лет, конечно, нужно искать своего. Но вы поняли, что вас в нем не устраивает, и сделали вы, что бы вам хотелось в следующих отношениях, да? Мне бы хотелось человека ответственного, который может, как бы, ответить за свое слово. А он как не отвечал? Допустим, назначал вам встречу, а сам не приходил, или обещал подарить подарок какой-то, забывал. В чем его была безответственность? Была одна такая история, я вам сейчас расскажу. Мы собирались ехать в Питер, и вот буквально уже прямо перед самым выходом из дома у меня ужасно заболел живот. А еще с нами были друзья, ну, в этой квартире. И ему было совершенно как-то на меня, ну, болит живот, болит, ну, пройдет. Он там со своими друзьями смеется, улыбается, я там одна. То есть вот это вот было для меня очень большим показателем. Он уехал в результате с друзьями? Нет, я должна была тоже ехать, мы все должны были ехать, да, мы уехали. Это очень интересная история, когда болел живот. Это был первый случай, или до этого у вас тоже бывало болел живот? И он как бы уделял внимание? Нет, вот он первый случай, вот. Но такие какие-то маленькие вот моментики были, что он в первую очередь думал о себе. Как-то так вот. Было такое. Скажите, а вы не манипулятор? Ну, иногда, знаете, как женщина, то у нее голова болит, то ее подташнивают. А вот в этом плане нет. Увидела там, что он с друзьями, думает, дай-ка я сейчас заболею. Нет, нет, нет. А пусть он... Я в этом плане, я никогда, я наоборот не люблю на себя вот наговаривать. Скажешь, что болит там что-то, и обязательно это у тебя заболит. Ну, хорошо, вот вы приехали в Питер. Болезнь как рукой сняла, или вы продолжали мучиться? Нет, 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 у меня это прошло буквально уже, ну, по приезду туда. На этот случай запал в ее память. Юра, ну ты сейчас про свой случай расскажешь, нормально. Несомая. Нет, это, знаешь, такие мелочи в отношении, на которые надо обращать внимание. Просто совет, мужчина вообще любит здоровых, а сестер богатых. Поэтому лучше, если есть возможность, как бы обратиться к специалистам. Другим людям, понятно, мужчинам. После больного живота поняла, что это не ее человек. Да, живот заболел. А вторые отношения? Вторые отношения. Познакомились с молодым человеком через социальную сеть. Вот, жили на две страны. Вот. Давайте постепенно. Молодой человек был из Германии. Да, 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 да. Ого, это вообще сочинение. Ну, значит, нестандартные пути знакомства. Там очень, да, такие нестандартные. А познакомились вы с ним в России? Да. Но он был этнический немец, да? Он наполовину русский, наполовину тоже еврей. Вот, но я как бы этого не знала. Это практически немец. Если наполовину еврей, то это немец. И что? Вот. Я это, естественно, позже уже узнала. Мне, ну, как бы непринципиально. Мы как бы жили на две страны, встречались с ним с детством. На две страны это вы жили в Москве, а он жил у себя в Германии. Да, да, да. Он приезжал сюда ко мне, мы с ним виделись, встречались, общались. И в какой-то момент он мне сказал, что все, так больше не может продолжаться. Либо ты переезжаешь ко мне, либо я приезжаю к тебе. Я говорю, хорошо, я не смогу к тебе приехать по той простой причине, что... Как же, я же звезда в будущем, что я там буду на ваших подмостках немецких, там, кого я буду играть. Нет, у меня другая версия. Ты же не сделал мне предложение, поэтому я же не смогу к тебе переехать, я думаю. Ну, и эта версия тоже, ну и вообще... Девчонки кивает головой. Это настолько было все скоропостижно, настолько, ну, просто... Если он вам наизует, скоропостижно бывает только в одном случае. Ну, и вообщем он переезжает к вам сюда. Да, он приезжает ко мне сюда, мы с ним встречаемся на вокзале, и он мне рассказывает про какую-то совершенно нелепую историю, что ему нужно уехать в другой город. Я говорю, подожди, какой другой город? А я здесь все бросила, искала квартиру, всех своих друзей... А он это просил, да? Что? Чтобы квартиру вы нашли, подготовили территорию. Я понимала, что нам нужно как-то жить вместе, я это сама... Но он не просил вас? Нет, он не просил, нет, нет. Я сама. Вот. И я тут как бешеный... А он в другой город на юга куда-нибудь? Нет, нет, нет. Наоборот, на север? Нет, под Москвой, Кострома. А Ганс с Костромой, да, был? Ганс с Христиан Андерсом. А объяснил это? А объяснил это? Мне, говорит, нужно адаптироваться. Мне нужно прийти в себя, да. У меня там есть какие-то друзья, хотя у него здесь есть родной брат, как бы, да? То есть я просто не понимала, где... У брата душевно не отдохнешь. Только в Костроме. Ну хорошо, две недели проходит. Да, он приезжает сюда. Да, мы с ним встречаемся опять на вокзале. Я молчу, он молчит. И в его выражении лица было такое какое-то непонятное... Вот такие прекрасные отношения. Я молчу, он молчит. Нет, ну... Страна не мыла. Так, отвергая, решила выговориться. Когда он вам признался, что изменил? Что у него действительно там кто-то был? Он не признался. Он лично словами, он не признался. Хорошо, в результате... В результате я просто окончательно поняла, что действительно моя версия точная и правильная. Что не то, что я тут надумала одна. Вот, и... Не пробовали простить? А зачем? Действительно. Она о нем еще думает или нет? Как это ты считаешь? Мне кажется, думает, конечно. Мне кажется, она сейчас пока все это рассказывает. Она очень опять все это вспоминает. Все у нее всплывает в башке. Девчонки, в чем проблема Мирочки? Ну, знаете, вообще, на самом деле, Мира очень хороший, открытый человек. Только есть одно такое, что она, наверное, настолько открыта, что людей-то отпугивает на первом там... А хорошо ли быть вот такой открытой? Вообще, правильно ли? Не знаю. Знаете, на мой взгляд, как девушке, мне нравится, что она такая, потому что я знаю, что от нее можно ожидать. Рано или поздно ее кто-нибудь такую открытость ей закроет. Да ты чего? А парни не любят вот таких вот простых совсем и открытых, знаешь, как человек простой на пороге постой, да? Они любят разгадывать, они любят какую-то завесу тайны, вот заглянуть, что там. А таких, как Мира, берут в товарищи. Я вот понимаю, что это Мира хороший товарищ, да? На самом деле, наблюдая за Мирой, за ее отношениями, да, вырисовывается некий образ мужчины, что ей нужна стабильность, ей нужна опора и поддержка. А опора какая в материальном плане нужна? Не в материальном. То есть, вот прямо такой, что детский... Вот по ней, Роза, вот поверь, мне ничего материального в мире не нужно, это я тебе говорю. Если была бы меркантильная, не снимала бы квартиру бы парню-то, который, знаете, не знает, что она уже там все решила. А вы сейчас живете с кем, где вы снимаете? Я сейчас живу с мамой. В Москве? Да. С мамой ты точно подружишься, однозначно. Юра, вы можете вместе снимать. А папа? Папа, папа, папа. Я не общаюсь с ним, они расстались очень давно и... Ясно. А переживали? Вам не хватало отцовской любви? В детстве, да. Сейчас нет. Ну, у вас с детства еще не совсем закончилось. Хочется мужчину, который бы любил, обожал, который бы над вами сидел, держал бы вас за руку, когда болит живот, да? Чтобы ценил то, что вы снимаете комнату, квартиру? Да, миленький? Угу. Чтобы спрашивали, как делать? Я не могу, Лариса. Нет, нужно. А почему? Плачете, значит, живая. Вот. И проблемы, конечно, Мирочка, оттуда. Но мужчины нам не папы. И лучше от них, детка, скрывать. То, что у нас болит, еще рот его. Да? Не бегите, милые, впереди паровозы, если мужчина не просит. Не плачь, солнышко. Иди, мы тебя напоим чаем. Вот. Начните думать о себе. Хорошо. Спасибо. Скажите, вы действительно готовы замуж? Или просто хотите каких-то... Если... Знаете, почему спрашиваю? Потому что если хотите замуж, значит, выйдите замуж. Если хотите просто... Ну вот я бы хотела просто встретить хорошего человека. Вы его тогда просто встретите. Вы должны точно знать для себя, зачем вы пришли. И если замуж, то для чего. Мне бы хотелось непосредственно вот сразу рассчитывать и выходить замуж. Я не хочу, потому что... Кто и не женится, милая. Ну, кого... Мира, а Лариса, знаете, о чем говорить? Есть ли у вас вообще идеи? Вы знаете, как найти муж, как найти хорошую работу. Если вы ищете работу, вы ее всегда найдете. При любых условиях. Будет она подходить, не подходить, но вы будете с работой. Замуж, то же самое. Ну, типа, мужчина упадет на голову, значит... Это не совсем одно и то же. Вот Лариса про это хотела сказать. А, любовь! Любовь и... Я просто про это. Если про любовь, это в небесную канцелярию надо звонить. Они там и за это отвечают. Мы-то как раз помогаем осуществить реальные мечты. Мы же взрослые. Молодой человек, который... Не молодой человек. Хотя я боюсь, что я не взрослый. Знаете, что, Мирочка, мне в вас нравится? Что сейчас, к сожалению, не могут разглядеть мужчины, особенно молодые? Вы хорошая жена. Вы уже заточены по семейной жизни. Она прямо задушит свою любовью. Заботой, да? Заботой. Пирожками, блинами. Вот я сегодня хочу найти такому мужчину вам. И буду очень внимательно смотреть, который это соображает. Который все-таки не на внешность будет клевать, а то, что понимаешь. Жена нужна хорошая. Вот такого я в руки вам прямо и передам. Вы, конечно, не жена. Вы сегодня готовы подобрать любого сирого убогого, который приласкает, в котором вы что-то увидите. Конечно, да. А если он еще будет каким-то дарованием, так сказать, обладать, вы его готовы привести к себе, отмыть, содержать. Этого делать не нужно. Вы уже должны с сегодняшнего дня отвечать за собственную жизнь, за собственную судьбу. Поэтому давайте все-таки искать мужа. Никто не говорит, что без любви. Но давайте будем искать мужа. Согласна. На самом деле найти любовь это тоже очень немало. Но я должна присоединиться к своим коллегам. Вам нужно торопиться. Потому что во второй половине 2015 года прогрессивная Венера, управительница любви в гороскопе выйдет у вас в знак очень для себя слабый. И возможности найти мужа резко уменьшатся. Должна это сказать. Поэтому пока не испортился характер и внешность, давайте серьезно нацеливаться на вам. Хорошо. После рекламы. Женюки проявят свои лучшие качества. Но что, Мира, вы готовы к знакомству? Готовы. К новым знакомствам я всегда. Ищите свою половинку? Пусть она будет такой же идеальной, как фрукты для соков и нектаров красавчик. Красавчик сок от красивых. Говорят. Смотрите после «Давай поженимся». Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях мира. Встречайте первого жениха. Я люблю подарки, а она подарки любит делать. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Кто вас сегодня поддерживает? Это мои близкие ребята. Владимир, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте посмотрим на вас. Юрий. 27 лет. Музыкант, автор и исполнитель песен, играет в баскетбол, прыгает с парашютом, увлекается водными лыжами, читает научно-публицистическую литературу, мечтает спеть дуэтом с 50-сентом. Юрий сделал свои возлюбленные предложения, познакомился с ее родителями и подарил кольцо. Но до свадьбы дело так и не дошло. Надеется, что с Мирой ему повезет больше. А что, недостаточно много карат было в бриллианте, когда вы дарили своей девушке кольцо? Почему вдруг не дошло дошло? Карат, наверное, было достаточно, и чувств было достаточно с моей стороны. Ее чувств не хватило, видимо. Недостаточно было волос на моей голове. А расскажите свою историю. Вы же с ней познакомились, когда ей было где-то лет 14, да? Нет, нет. Она была в старшем классе, это был 11 класс, если не ошибаюсь. Мы было 20, я приехал на родину, на Сахалин себе, на каникулах после 3-го или 4-го курса. Пошел в школу навестить учителей, и мы встретились. Экстремал, поехал на Сахалин куда-то, вот в этой майке, наверное, еще. Оттуда бежал от Сахалицев коренных. Вот она заканчивает школу, и вы ей предлагаете переехать к вам куда? В Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург. А она говорит, нет, хочу в Австралию. Ну, примерно так, да. Да, учиться. Ну, это ж только нужно было бы приветствовать, что девочка хочет получать образование. Я не запрещал ей, говорят, это твой выбор, твоя жизнь. Он такой, мне кажется, прям спортсмен. А нормальный человек водится в классе, предложил. В Санкт-Петербург, конечно, шикарность. Смотрите. Может быть, родители специально ее туда отправили от вас? Не задумывались никогда? Я не могу отвечать за ее родителей. Может быть. Я, например, так бы сделала. И я. А вы с ней созванивались, переписывались все это время, пока она была в Австралии, да? Конечно, поддерживаю связь постоянно. И вот она через два года приезжает на каникулы или уже отучилась? У нее, да, получается, она сделала сессию, второй курс, закончила колледж. Она вернулась в Россию на два месяца. Потом ей не продлили якобы визу, и она осталась в России. И вы с ней встретились? Да. Я приехал за две недели до Нового года на Сахалин и решил сделать предложение прямо на Новогоднюю ночь. И чувство просто с новой силой к ней, да? Вот мой близкий друг, Владимир, что? Да, все было на моих фактически глазах. И я хочу сказать, вот когда девушка уехала учиться в Австралию, Юра не был против, никогда не ставил ей условия. Он ее любил, и это было видно. Конечно, он страдал по-своему. Она изменилась, когда приехала. Все-таки 16, допустим, и 18 – это большая разница. 16-20 лет – это огромная пропасть просто. Вы знаете, именно, видимо, ее вот эти перемены в жизни за эти 4 года, в принципе, послужили поводом для того, чтобы эти отношения прекратить. Потому что, когда они только начинали отношения, мне так казалось, она была влюблена просто по уши. Как все хорошо, он узнает об их отношениях. Ну, значит, мальчики между собой обсуждают. Нет, на самом деле, очень была красивая история, и Юра очень хорошо к ней относился. Ну, хорошо, вот смотрите, вы ей дарите кольцо с родителями у вас уже все. И что происходит в этот момент? Она говорит «нет»? Ну, она не говорит «нет». Она говорит «я подумаю», и, в принципе, в этот же вечер я понимаю, что мы далекие. Влюбились в один образ, а получили на выходе совсем другой. Хорошо, сейчас вам 27, вы взрослый мужчина. Вы интересный, вы, наверное, состоялись в профессии, да? Да. Живете в Москве сейчас, нет? Сейчас живу в Москве, да. Вы смотрите, перед вами Мира, который то хочет делать театральную карьеру. Будете ждать, будете терпеть эти слезы, эти обиды, потому что профессия страшная, зависимая. Вы знаете, я прям чувствую, вот как между ними такая вялая искра. Вялая искра. Вас это не смущает? Нет, я понимаю, что любой человек должен развиваться лично. Лично, потому что я не могу ограничивать. У вас уже одна, она уже развивалась вдалеке от вас. Ну, опыт. И пока она там развивалась... Я тоже развивался. Я хоть и страдал, но... Где та девушка называется? У меня на два альбома материала. Хорошо. Зачем вам жениться? У вас так все сейчас в карьере. Поклонницы не любят женатых музыкантов, да? Поэтому сочиняют всякие истории уже по пять детей, а все ходят там в женихах. Вам зачем? Для чего жениться? У вас так все хорошо? Как для чего? Дети, семья, это прекрасно. Гастроли частые? Ну, есть гастроли сейчас, да. Вот смотрите, вы на гастролях, а Мира все умирает на сцене. Все репетирует и умирает. И приходит домой, и на кухне тоже все репетирует и умирает. А когда жить-то будете? Ларис, ну ты сама честно, вот правда веришь в то, что Мира сделает карьеру, которая будет ее поглощать полностью? Нет, если бы она ее сделала, я бы так не обостряла на этом внимание. Я думаю, он ей актрисой быть не позволит никогда, потому что мне кажется, он такой ревнивый. Я умею дружить с женщинами. Оооо, Мира, понятно. Да, это мы с вами кашу не сварим. Нет, почему? Мы, может быть, с ней хороший фильм. Ну, потому что нельзя дружить. Во-первых, для мужчин это унизительно относительно женщины, а женщин это вообще компрометирует. Послушайте, это мужчину надо, потому что не хочу говорить использовать, это только я могу в своем зрелом возрасте, в старом даже возрасте. А вы-то даже по назначению, от вас надо, за вас надо замуж выходить. Мы не знаем, что по назначению, но Юра симпатичный, мужчина, молодой, многие хотят с ним дружить. Конечно, вы не хотят и замуж выходить, и детей рожать от него надо. А я думаю, по назначению, это если сейчас Юра покажет нам сюрприз. Да? Покажите. Адреналин. Ну, у него харизму ноль, на меня вот не действует, его адреналин. Новый день на пределе своих сил, слава богу, рядом те, кто пригроет тыл, пыл свой, порою освежая. Ведь понимаешь, что молодая жизнь торопится, все хочется успеть сразу, лишь годами нарабатываешь базу. Формула проста, терпение, стремление, приходит результат, нет пути назад, твой зависный град. Тебя это не парит парень, духом болен, как татарин, ты хозяин парень, паризматичен и брутален. Тыщик паром, ты видаром, плечи пары, вместо кары, это пары, где ты прожигаешь жизнь. Прям клип такой, он едет на танке, он едет на танке и все боятся, и почему он поет адреналин. Адреналин в крови играет, адреналин, жить помогает, адреналин, 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 адреналин. Спасибо, Юра. Забирайте своего друга в комнату. Вы че, Юлес красавец, проходи, проходи, проходи. Девочки, слушаю вас. На самом деле парень, ну, неплохой. Есть у него мужские черты, он готов жениться, то есть так или иначе его характеризуют те или иные какие-то вещи с лучшей стороны, потому что человек был готов взять на себя ту или иную ответственность, и он прекрасно это все прекрасно понимал. Что вы еще увидели? Ну, мне кажется, на самом деле он не совсем готов. Вот так, чтобы вот прям реально жениться, там, завести семлю, мне кажется, нет вообще. Не, ну она не права, на самом деле. Ему нужна такая красотка, оторва, которая будет ему мотать какое-то время еще нервы. Иначе где он будет черпать вдохновение? С вами зачахнет, вы слишком для него хорошая. Вы такая ровная-ровная, он у вас утонет и погибнет. Я затухну с ней, третьего альбома не выпущу, слушай, эмоций не будет, альбома не выпущу. Вы для другого, он птица другого полета совсем, поэтому я даже здесь... Мирочка, а я считаю, что не надо от Юрочки отказываться. Знаешь, мужчина очень простоват, вот как собака Павлова, честное слово. Сама актриса, ну ничего, отыграешь эту роль вам, по тебя переодеть, вон, косу какую-нибудь на тебя одеть, какие-нибудь шпоры там, включишь это. Делай не в этом. Да с в этом в этом, ничего, поиграешь с ним, это, поедет на гастроли, опять такая, какая я есть, собственно говоря. Адреналин это для сцены. Ничего, не отказывайся, я научу, как брать. Ну ему, конечно, не нужна женщина в шипах и в коже такая доминаторик. Точно так же, как вам не нужен мужчина его типа. Вам нужен мужчина, в котором сквозил бы, он рак. Вам нужен человек, в котором сквозило бы что-то от пьеро, чуть-чуть. От такого тонкого, ранимого и послушного артиста. Конечно, это не ваш мужчина, просто по своей харизме, по энергичности, с ним действительно, наверное, приятно было бы дружить. Он такой мистер секс, когда он с ним, как он с ним дружит, такой бруталкий манец. Да это называется дружить, как ты все не поймешь-то. Это называется, было бы с ним хорошо дружить. Массаж называется, понимаешь? Все, не опошляйте, девочки. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Мира». Встречайте второго жениха. Я сейчас расплачусь. Здравствуйте, Хэнк. Представьте своих друзей. Так, со мной сегодня мои лучшие друзья. Это Анетта или Кунянь? Алисей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Хэнк. 30 лет. Друзья зовут его Иваном. Кандидат исторических наук, преподаватель английского языка, солист вьетнамской музыкальной группы. Гордится своим голосом и умением слушать людей. Мечтает встретить старость в Италии. У Хэнка было несколько мимолетных романов с разными девушками, но серьезных отношений так и не получилось. Надеется, что с Мирой он будет по-настоящему счастлив. Вам 30 лет. Скоро 31. У вас были отношения с русскими девушками? Когда-то были, да. Не совсем отношения, просто, как сказать, мимолетные какие-то там на самом деле чувства. Скажите, вы хотите жениться на российской девушке? Или как сложится? Не ставите перед собой такую цель? Ну, как сказать, вот, вот, ему не прикажешь. Ну, вы сегодня пришли бороться за миру, в которой и еврейская, и татарская кровь, то есть она как бы не совсем русская, но она россиянка, менталитет российской женщины. Ну, как сказать, пока мы сидели в зале и смотрели на миру, как она вела себя, вот, мне очень понравилось, как она улыбается. Нормальный парень, на самом деле. Видно, что уже готов. Мне для нее. Я считаю, что, ну, достаточно, да, такой позитивный человек, то мне очень важно, чтобы рядом со мной был человек, на которого я могу там смотреть и захотелось бы улыбаться. То есть ваши отношения с отечественницами. У вас же была девушка, вы ее любили. Что потом произошло? Мы, как сказать, я любил девушку, но получается так, что как-то мне не совсем повезло в отношениях, да, там, либо... Она вам изменяла? Было такое. Ну, то есть, как бы, не то, что она изменяла, то просто я не знал, что на этот момент она встречала, встречалась не столько со мной. У нас это называется изменяла, а у вас? Ну, ну, так сказать... Как сказать, она не мне изменяла, а ему. С вами. Да. Главное, родине не изменять, а это все переживается. Ну, как сказать, я считаю, что... Вы не ревнивы, да? Как же не ревнивы, как же не ревнивы. Поэтому вот после того, как я узнал, что она встречается с другим, да, я просто спокойно там... Хэнк, смотрите, Мира хочет стать актрисой. Так. Ну, умрете от ревности. Представьте, она там будет все время с кем-то обниматься, целоваться. Нет, я считаю, что я сам, как бы, тоже общественный человек, да, там часто тоже, как бы... Ну, знаете, общественно. Одно дело, когда вы с товарищами по партии целуетесь, а другое дело, когда с красавцами. Это... Я считаю, что если мы будем встречаться, да, если что-то у нас ложится, то я думаю, что за какое-то время я смогу ее настолько понять, чтобы потом не подозревать, что она меня... Вы хотите уехать в Италию? Это когда я буду... мне будет там, не знаю, лет 70. А, а до этого где будете жить? В Вьетнаме или в России? В России, в Москве. А у вас что есть в Москве? У меня... Карьера тоже. Я, есть мои друзья, есть поддержка семьи. А квартир нет? Квартиры съемные. И у нас тоже съемные. Он работает над этим, очень усердно. То есть, как бы, я считаю, что... А ваши родители сейчас здесь, в Москве, квартиры есть. А у нас? А у меня, собственно, естественно. Да, мы работаем еще над одной. Смотрите, как он планирует вперед прям жизнь. Он уже планирует. Я знаю, что ваши родители прожили вместе 44 года. Да. Фантастика. А сколько детей, братьев, четыр? В нашей семье четыре ребенка. Я последний. Я самый младший. Это при том, что у вас государство, да, поощряет только... Ну, как сказать, запрещают. Да, больше двоих детей нельзя. Когда моя мама рожала, ну, как бы родила, как бы, мою сестру третью, то есть отца уволили. Потом, когда меня... Это такие меры? То есть, сработорит. Да, с работой. Ну, потом она, как бы, у нее знакомство есть, так что она потом через какое-то время, там, ему нашла работу. И потом она... Они на этом еще не остановились. Я очень благодарен им за это. Вот. Представляете, какая любовь. И вы, наверное, хотите, как родители, прожить не меньше. Поэтому вы должны особо внимательно выбирать себе женщину. Я очень люблю, да, когда много детей. Задать вопросы какие-то мере, чтобы узнать ее получше. Давайте, на самом деле, да, вот, когда мы сидели в зале, вот, мои друзья немножко так смотрели со мной, да, и говорят, нет, она тебе не подходит, нет, она не такая. Не, не так. И туда-сюда. Особенно Алексей, да, поэтому давайте там, Алексей, ты поможешь мне там. Не ответить за свои слова. Да, Алексей, можешь там, это ты сам, не можешь как-то говорить. Не знаю, что даже сказать, но мы просто... я не вижу ее рядом с ним. Это просто она не подходит, и все. Внешность? Наверное, скорее всего, знаете, как вы, чтобы прям вот конкретизировать ее, укоротить твою мысль, да, мы видим ее очень классной подругой Хэнгу. То есть они оба очень позитивные. То есть она тоже подруга, опять? Нет, дело не в этом, просто мне кажется, вот, мир, она очень такая открытая, эмоциональная, приветливая, вот это все. Что Крымка у нас более сдержанный, молодой человек. Возможно, они будут наоборот компенсировать друг друга. Но мы пока не поняли. Покажите сюрприз. Я глисту хорошо, Игаль. Он и преподает. Крымка. Крымка. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ О, пою, 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 пою. И полюю, полюю. Спасибо большое. Порадовали. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Проходите. Спасибо. Смотрят прям в её глаза. Как вам, девочки, Хэнь? Очень открытый, очень хороший молодой человек, но мне почему-то тоже кажется, что, ну, как бы, не вместе. Почему? Ну, я не знаю, как, ну, вот, мне так кажется, ну, не знаю, внутренне, мне кажется, ну, не могу представить вот рядом, как Алексей сказал. Она не может представить тебя с ней, а я наоборот. Что вы скажете? Мне молодой человек понравился, более того, поют хорошо, немножко переволновались, но это можно сделать на это вскидку, поэтому, что здесь... Ну, они не пришли на конкурс под названием «Голос», правда? Безусловно, поют очень хорошо, нам очень понравилось. Я думаю, мне тоже очень хорошо. А подружка такая близкая не смущает? Нет. Нет? Правда? А зря. Роза? Вы знаете, Мирочки, я вас представляю в паре, вот, на секундочку, просто представьте себе картинку, вот вы в Тайлан приехали, допустим, да, и никогда не видели некий фрукт, вот мне тоже недавно принесли, какой-то вот такой круглый и весь волосатый. Думаю, опа, что же такое, как есть? А вот открыла, там вкусно, и ничего привыкла, и более того, даже пристрастилась. Мужчина хороший, знаете, ласковых, вот таких вот, внимательных, ой, очень мало, так что не отбрасывайте, не отбрасывайте. Хорошо, спасибо. Хороший парень, и я вас вижу рядом с ним. Но есть опасность со стороны, куинянь. Есть, есть. Ну, мы сами тут ее поженим. Да, ну, вот только если... Здорово. Мне интересно будет, да, наверное, да, если там подберут тебе хороших мальчиков, да. Будем дружить, да? Да, 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 будем дружить. Я бы просто всеми силами пыталась бы ему понравиться. Вам нужен такой мужчина? Вам нужен для вашего развития женского? Мне как раз кажется, что в близком общении вы с ним раскройтесь, расслабитесь гораздо больше, чем поверьте. Ой, как хорошо, когда мы все в согласии. Впереди у нас третий жених, и, возможно, выбор своей судьбы не пропустите. После «Давай поженимся». Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам встретиться с третьим женихом. Проходите. Друзья, Антон, кто пришел вас поддержать? Пришли очень близкие мои подруги Лена и Катя. Давайте на вас посмотрим. Антон, 24 года. По образованию актер театра. Работает телеведущим молодежной программы, снимается в рекламных роликах и сериалах. Увлекается конным спортом, занимается фитнесом и мечтает открыть свое актерское агентство. Свою возлюбленную Антон встретил в клубе на вечеринке, и уже через месяц они стали жить вместе, не понимая, что отношения строятся на доверии. Надеется, что мира будет ему верна. Познакомились в Москве, здесь? Нет, я просто сам родом из Новосибирска, и это было в Новосибирске. А сейчас живете? Один. Нет, я имею в виду в Москве. Да? Один. И что? И сколько вам было лет, что вы не знали, что отношения строятся на доверии? Ну, просто мне было на тот момент лет 17-18 вообще, то есть у меня было два гражданских брака за спиной. К 17 годам? Нет. С 17 началось все. Правильно, а что там? А что время-то терять? Хорошо, вы увидите, но сам уже признался, что... Я сейчас видусь, ты реакция, реакция. И как вас закрутило-то? О, не знаю, как закрутило, но хорошо, крутило. То есть девушка проживала свою жизнь параллельно, вы свою, иногда встречались. Было на начальном этапе, я ей, ну, изменял, потому что я не знал. Что нельзя не изменять, когда живешь с девушкой, то, в общем-то, лучше не изменять. Мамка не рассказала. Вы думали, что это нормально. Мамочка говорила, лишь бы тебе хорошо было, сынок. Да? Да, да, да. Ясно. Она знала об этом? Ну, нет. Зато вы знали, что она там тоже... Ну... Гасится. За всеми есть горшок. Парень яркий, но, мне кажется, просто еще не готов к никакой свадьбе там. В кошмаре в этом долго вы пребывали? Знаете, я не могу сказать, что кошмар, потому что, в принципе, я человек позитивный. Конечно. А она приходит пьяная, веселая под утро. Правда, с парнем под ручку. Вы говорите, это кто? Она говорит, друг. Что друга? Ну, ни собаку не выгонишь в такую погоду, правильно? Нет, ну, просто я решил себя проявить, как умный, взрослый человек. Я его ложил спать. Да. Вот. И утром выпроводил его. Напоил чаем, кстати, между прочим. Ага. А она где спала с вами, с ним? Я поселил им вместе гостиной. Вместе? Ну, да. Ну, раз с ним пришла, пусть с ним уже спит. Раз уж пришла, правда. Что же им ломать-то вот эту картинку? А потом... Все, главы, ребят. Антон, я вас понимаю. Нет, на самом деле, я... Мало ли он бы по пьянке ей бы сломал что-нибудь там, руку, например. Потом я лег отдельно, она ко мне начнет с кровать. Я уже себе матрас надул. Потом мы с ней подрались, с вами за щеку укусила. А что хотела-то? Ну, хотела со мной спать, наверное. Ей там не хватило? Наверное, не хватило. Не насытная была. Понятно. Ну, и вот она укусила вас за щеку, и вы что? Ну, я что, я пошел к другу спать? О, какие у них отношения, да, безбашенные. Ну, сдались нет, или так она несолнохлебавши ушла опять к тому? Нет, я пришел домой, попытался открыть замок, дверь не открылась. Она открыла мне дверь изнутри и оказалась без нижнего белья. Такие шарко было. Наверное, да. Я ей сказал, а где твои трусы? А она говорит... Стиральные машинки, я говорю, а где? Они же одни у нее были в том возрасте. Она говорит, ну, я не знаю, где-то там. Я смотрю, эти трусы ее были за диваном, где спал этот молодой человек. И вторые ей купили трусы сменные? Нет. Без трусов ушла. Как говорится, с чем пришла? С первой ушла. Ему сейчас просто нужна девочка такая веселенькая, которая всегда будет рада. Вы мне скажите, пожалуйста, вы женщину выбираете по двум критериям, чтобы хорошо сексом занималась и готовила. То есть вам женщина нужна для утех и для приготовления пищи. Я правильно поняла? Ну нет. Ну просто... А что еще? Смотрите, мы же все любим заниматься сексом. После секса многие любят покушать. Только Розы у нас любят. Мы уже это... Да, да, да. Мы замужние. Мы только готовы. Мы готовы. Вот Розы меня понимаете, кто другой думает. Антон? Нет, просто я считаю, что секс это одно из самых важных вообще в принципе в отношении. Потому что я не хочу, чтобы у нее моя девушка изменяла. Не хочу ей изменять. Чтобы было все... Это вы вот на примере первых отношений, да, научились, что лучше? Вот. Мне не нравился личный секс. И поэтому я на начальном этапе ей изменял, пока мы протирались друг к другу. Спросите Миру, хочет она... Хочет ли она так? Антон, скажите мне, пожалуйста, вы действительно сейчас готовы жениться? Конечно. Я... Этим озадачен уже, наверное, года два, если честно. А чтобы что? Зачем вам стоять девчонки рядом с вами? Знаете, девчонки так только повеселиться. А мне охота прийти домой, чтобы мне было приготовлено покушать. Я хочу тот самый уют, понимаете, в доме. Чтобы было уютно, чтобы меня кто-то ждал. А как вы считаете, Мира вам этот самый уют может, так сказать, предоставить? Ну, судя по ее игривым глазам, думаю, что да. Они всегда играют. А не смущает вас выбранная профессия Миры? На самом деле, да. Смущает. Потому что два человека творческих... А вы что, а Митин занимаетесь? Так два творческих человека не могут ужиться. Это сто процентов. Почему? И вам хотелось бы в жены кого? Ну, явно не шоу-бизнеса кого-то. Я вот, например, никогда не буду встречаться с тем, кто тем же занимается, чем и я занимаюсь. Мы не знали, что отношения... Обязательно другая связь должна быть, чтобы никогда не пересекались. Антон, а нам осталось только смотреть на сюрприз. Роза, ну что, советуешь Мире присмотреться к Антону? А что не присмотреться-то? Очень даже советую. Актер и телеведущий наверняка неплохо живут. Вот-вот, скоро и квартирку прикупит. Надо брать. Эх ты, тебе б только деньги считать. Амира-то молодая, ей чувства нужны. Ой, да классно вообще, девчонки такие. Роза довольна. Василиса, что там звезды говорят? Антон яркий представитель знака Овна с Плутоном в седьмом доме. Он будет верным мужем и хорошим отцом. Антон и Мира будут дополнять друг друга. Я тоже считаю, что Антон и Мира смогут найти общий язык и построить отношения. Она его будет вдохновлять на поступки. А он, в свою очередь, даст ей все, что она захочет. Совет вам, да, любовь. Вот так вот. Супер. Супер. Все забавно. Да. Ей самое интересное. Самое понравилось. Спасибо. Хороший сюрприз. Проходите, ребята, в свою комнату. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну ты молодец. Какой классный ты сюрприз. Молодец. Какие-то замечательные девчонки, правда? Дети прям классные, да. Да, и так типажи подобраны. Как вам Антон? Ну, у меня одно слово, это нестабильность. Нестабильность. У меня несерьезность. Не в отношениях. Ну, на мой взгляд. То есть он настолько сейчас еще находится, наверное, пребывает вот в этих всех тусовках, вот в этом всем, что еще вот он не созрел для жени. Так если она хочет быть актрисой, что она не будет тусить? Дома будет тусить, что ли? А вы думаете, он изменится? Если изменится, то к какому возрасту? Ну, после 30 лет. Мне кажется, он должен очень сильно влюбиться, может быть, тогда изменится. Мне кажется, он и в 40 лет будет такой же. А вы посмотрели, какие у него глаза? Серьезные, печальные, очень вдумчивые, внимательные, прежде чем что-то сказать, он думает. Все же рассчитано. Он шоумен, поэтому я уж не знаю, насколько там были заправдочные истории с трусами, но он вот так нас повеселил. Да, я же говорю, что ты внутри хороший. Мирочка, вам такой нужен, Господи Боже мой. Ой, мир не нужен, не нужен. Твоя, как говорится, еврейская кровь не примет эту ситуацию, воспитывать замучаешься, а твоя татарская кровь запилит его, потому что денег столько не увидишь. Зачем намучиться-то? А звезды подсказывают, Василиса? У него ярко выраженный большой тригон огненный. Это люди, которые все на продажу. Да, действительно, сейчас это работает, это в шоу-бизнесе это работает. Но какой-то ограниченный период времени, я боюсь, что его отношения любовные всегда будут вот такого плана, когда каждый другому что-то демонстрирует. Он своей девушке свои измены демонстрировал, она перед ним не скрывалась. Просто астрологи, как и синоптики наполовину, всегда ошибаются немножко. Вот иногда в личных отношениях нужно сделать шаг назад и забыть о самореализации. Ну не надо с любимым человеком самореализовываться и пускать пыль в глаза. Вот как только это поймет, наверное, что-то поменяется в жизни. Надежда и Екатерина, нужно кого-то порекомендовать своей подружке? У нас единогласно, Катюш, говори. У нас единогласное решение, это Иван, второй участник. Хэнк. Хэнк, да. Он по внутренним качествам очень близок к тому человеку, которого мы видим рядом с миром. Я вас люблю. Хэнк, я согласна с вашими подругами, мне кажется, в идеале вам подходит. Поэтому идите к Хэнку, мне кажется, не пожалеете. Спасибо. А я считаю, что вот мои наблюдения, как свайки. Нравится Юрий? Красавец. И чего? Значит, такого надо брать. Не бойтесь, здрасте до него. А у вас другое есть. У нас внутренний мир какой красивый. Не бойтесь этого. Вы красотка. Я за Юру. И попробует, пускай не выйти. Я же дентль мира, конечно, я выберу. Вопрос, пойду ли я дальше? Ну, наверное, после определенного возраста женщина должна думать, по синьке ли шапка. И должна выбирать мужчину с той точки зрения, нравится ли она ему, готов ли она потянуть его, скажем так. Но в 24 года нужно идти не к Хэнгу, к которому вы подошли бы, а к человеку, который вам мог действительно по-настоящему понравиться. Я за Юрия. Спасибо. Я думаю, вам стоит прислушаться к своему собственному сердцу и пойти туда, куда он нас позовет. Мы вас в любом случае поддержим. Спасибо. Находите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4-4-ки. Олеся, 22 года, номер 2677. Менеджер по продажам. Все свободное время проводит с друзьями и играет на фортепиано. Мечтает встретить высокого мужчину с сильным характером и хорошим чувством юмора. Олеся не станет встречаться с мужчиной, который грызет ногти и носит усы. Филипп, 23 года, номер 2678. Предприниматель предпочитает активный отдых с друзьями. Не имеет вредных привычек и ведет здоровый образ жизни. Филиппу нравятся стройные брюнетки с длинными волосами и ухоженной внешностью. Мы не знаем, выйдет Мира одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить и давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, надеюсь, у нас будет время узнать, что будет получше. У нас есть пара Мира и Юрий. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4-4. Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Я так поплиже, поплиже. Какое-то лицо знакомое. Это, знаете, вот как в триллерах, вот маньяк и он преследует жертву. Ну, он был молод, красив, богат. И он был таким, от которого, ну, нормальная девушка от такого не откажется. Он считает, что девушек нужно в первую очередь имена покупать. Лена, мы с тобой больше не будем, да? Я надеюсь, что все-таки он... Я не надеюсь, а я знаю, что у нас все получится. Аплодисменты.